всем привет дорогие друзья мы начинаем наш очередной прямой эфир в рамках курса по макияжу который мы организовываем вместе с faberlic и я оля фокс визажист beauty эксперт и все такое надеюсь вы к нам присоединитесь и будете с нами вместе краситься да вот мы вот так вот днем в середине дня мы красимся и я сразу добрый день добрый день роза рада вас видеть кидайте мне какие-нибудь сердечки какой-нибудь смайлик для того чтобы я понимала что вы со что вы меня хорошо видите слышите привет надежда любовь добрый день супер присоединяются девчонки очень здорово смотрите с прошлого эфира да вы можете оставить посмотреть его на стене он там висит с прошлого эфира у нас с вами осталось несколько вопросов во-первых я совсем забыла на эфире сказать про домашние задания это было мое упущение большое конечно вот и я сейчас его исправлю дело в том что каждый каждый урок сопровождается домашним заданием и команда faberlic придумала для самых активных для тех кто выполняет домашки у нас обучение с домашками специальные подарки призы конечно же обо всем они обязательно расскажут вы не переживайте но я вас хочу мотивировать сразу чтобы вы эти домашки делали там не так сложно это в основном выполнить макияж там какие-то добавки да с учетом того что нужно использовать минимум два средства из косметики faberlic обязаловка вот и там могут сопровождаться еще какими-то другими заданиями дополнительными например в тему определенного урока да вот например сегодня у нас тема цветотипы внешности мы с вами будем их определять и вообще думать как это что у нас определяется это шпаргалку себе тут приготовила чтобы ничего не забыть добрый день всем добрый день очень рада что вы присоединяетесь сегодня немножко так поплавнее мы заходим в этот эфир и в этот день в этот урок в прошлый раз так все бурно вошли а сегодня так плавненько мягко ну и сегодня день не такой солнечный такой спокойный дождливый в москве я не знаю как у вас вы наверняка из разных городов расскажите какая у вас погода да вот смотрите вы начинаете задавать вопросы я вижу вопрос от оксаны а виктория как рисовать стрелку для нависшего века смотрите у нас с вами пять уроков и каждый урок посвящен определенной теме были вопросы по макияжу для антиэйдж до макияж антиэйдж для девушек постарше я использую антиэйдж техники естественно для себя для своих клиентов поэтому мы обязательно посвятим им этому урок и это очень крутые техники на самом деле которые могут пригодиться и девушкам в молодом возрасте это даже без сомнений этом этой теме посвящен пятый урок этого курса поэтому не переживайте мы все разберем стрелки тоже будут обязательно но не сегодня сегодня у нас с вами яркая помада саратове солнечное тепло спасибо сергей петрозаводск пасмурно около нуля вот и у нас примерно так же чуть чуть выше нуля там может около пяти семи и пасмурно сегодня дождик идет в крыму солнечно 11 тепла питер поддерживаем пасмурно ну да вот у нас часто с питером погодка перекликается ну что будем вот и у тех кто пасмурно будем веселиться и делать ярким этот день с помощью ярких губ но про яркие губы немножко попозже а сейчас давайте обсудим цветотипы напишите мне пожалуйста кто из вас уже знает свой цветотип самара плюс 13 привет из чебоксар привет всем вас так много таких так много городов чудесных сегодня вместе с нами добрый день москва привет москва наша сегодняшняя тема цветотипы и яркие губы и вот я жду как раз ваши ответики как вы считаете знаете ли вы свой цветотип внешности я знаю я знаю напишите какие вас цветотипы и давайте конечно же поподробнее разберем во первых я скажу так если вы заглянете в интернет вы найдете такое количество цветотипов и такое количество классификаций что иногда просто можно это завернуть вот так вот а свернуть обратно все окошки отойти подальше и ахнуть да сколько там различных цветотипов по некоторым кофе классификация доходит там до 30 штук и на самом деле с этим определиться очень сложно когда их 30 штук как определить какому-то цветотипу относишься а если ты красишь волосы а если ты под загорел а если ты красишь еще и брови о боже мой если ты носишь линзы короче это очень сложно я предлагаю не рассматривать эту тему настолько глубоко знаете почему потому что это не нужно я так считаю я считаю что жить надо проще и классифицировать нужно тоже проще у нас с вами есть четыре цветотипа основных осень зима весна лето сейчас у нас весна если у нас весна тут в цветотипах кто-то из девчонок которые присоединились уже у меня осень на самом деле самый часто встречающийся цветотип это лето причем как контрастные так и не контрастные я отношусь к цветотипу лето тоже контрастным и мы сейчас разберем поподробнее что вообще это значит на что мы смотрим чтобы определить цветотип мы смотрим на оттенок волос на оттенок кожи на оттенок глаз и на оттенок слизистых можно сказать да губ например здесь не только слизистые имеется ввиду прям внутри но и сами губы в том числе то есть кожа волосы глаза губы вот девчонки подтянулись весна флора флора весна я не знаю свой цветотип от как раз давайте определять так вот на эти параметры мы смотрим и оцениваем их по идее нужно оценивать ваши природные данные да то есть то что вам дала природа вот я например распущу сейчас волосы вы увидите что они у меня такого блондинистого пшеничного оттенка да то есть такие серо-блондинистые и конечно же я их крашу да я их осветляю но если посмотреть на мой родной цвет а на корнях вот как раз самые корни это мой родной он пепельно-русый и вот именно на свой родной мы будем смотреть понятно что у вас может его уже не быть и мы может уже забыли какой у вас свой родной посмотрите на свои фотографии потому что нам нужен родной цвет а потом уже будем ориентироваться на я потом секретик скажу в конце моей теории будем ориентироваться на то что в настоящий момент у вас есть во внешности да если вы рыжая ярко огненно рыжая то понятно что цветотип будет смешанный так дальше на самом деле многие девушки чувствуют свой цветотип интуитивно и сами понимают ой вот мне это идет палетка а это такие оттенки мне не идут да вот когда вы наносите какой-нибудь там не знаю оранжевый да например на себя вот цветотипе лето не очень благоприятный цвет вы наносите на себя какой-то такой рыжеватый терракотовый и вам не нравится то есть интуитивно вы уже почувствовали что вам он как-то не очень так вот это все ваша интуиция скорее всего вас не подводит и вы все правильно почувствовали но самое главное нам нужно понять что эти четыре цветотипа делится на две категории холодный и розовый холодный и теплый теплые цветотипы это весна и осень холодные это лето и зима и давайте начнем сразу с лета потому что он самый популярный самый распространенный у нас чаще всего это внешность которой присутствуют сероватые оттенки то есть волосы с сероватым с таким пепельным оттенком глаза серо-голубые серо-розы серо-зеленые серые могут быть также и темные то есть каких-то оливковых оттенков или даже карии контраст тут лето бывает контрастные не контрастные контраст нужно определить если вы примерно одного оттенка вот светлые волосы светлая кожа светлые брови светлые губы все светлое сверх светлые глаза то вы не контрастный тип лета если у вас все-таки контраст какой-то присутствует да то есть вот я свой контраст понижаю получается осветляя свои волосы а мой родной цвет у Он более темный, соответственно, он более контрастный моей коже. Ну и брови, видите, у меня не совсем беленькие. Вот, получается, я этот контраст убираю, а на самом деле я контрастное лето. То есть здесь для контрастного лета будут в основном русые оттенки волос, могут доходить до таких светло-каштановых, и светлая кожа. Может быть с сероватым отливом, может быть совсем светлая. Вот так. Дальше давайте посмотрим, какие оттенки для лета подходят. Вот это все оттенки с примесью серого, то есть вот без чистоты. Серо-розовый, серо-коричневый, какие-то шоколадные оттенки, то есть оттенки коричневого. Какие-то вот нечистые цвета, да, вроде вот красивый очень цвет, но он не совсем чистый, он с примесью какого-то бежевого, сероватого. Легкий вот этот вот, убираем вот эту чистоту цвета и вот эту пастельность убираем. И добавляем серость, немножечко, капельку серого. Вот. И, конечно, все холодные оттенки, то есть холодный розовый, холодный оливковый, холодный лиловый, фиолетовый, бордовый оттенки. Это все будет очень красиво смотреться. Не очень хорошо смотреться будут ядовитые цвета, то есть ядовитый зеленый, очень сильный, синий, такой прям насыщенный. Какие-то отчетливо теплые оттенки, вот как я говорила вначале уже оранжевый. Вот такие вот оттенки. Насыщенно желтый. Желтый можно, но он чуть-чуть приглушенный такой, спокойненький желтый. И если вы в основном в этом цветотипе нет черного во внешности, поэтому чаще всего профессионалы, да, вот, например, вы приходите к визажисту, профессионалы предложат вам что-то помягче. Коричневый, серый, даже если мы разговариваем про стрелку, карандаш, ресницы, да, можно накрасить, или для макияжа на каждый день вы спокойно можете выбирать более спокойные оттенки. Коричневый, серый, даже для туш, подводки и так далее, для теней в том числе. То есть черный, он такой очень яркий, насыщенный, но, наверное, может быть перебором для такого типа внешности. Чуть-чуть отвечу на ваши вопросы. Что там у вас? У меня розовое лицо, когда крашусь в блонд. Глаза голубые. Вот сейчас слушайте и определяйте сразу. Если кожа светлая, брови серые, глаза темно-русые. А вы не меня спрашиваете, вы смотрите, смотрите прямо на себя в зеркало и оценивайте, да, вот смотрите, я описала сейчас цветотип лето, вот, сейчас буду описывать другие цветотипы, и вы определитесь, к какому вы больше подходите. У всех виснет. У меня не виснет. Как со связью, девчонки? Как со связью? Волос тоже натуральный, темно-русый, крашусь. Глаза зеленые, лицо светлое. А вы лето, наверное. Дальше, давайте посмотрим на зиму, да? Давайте зиму разберем. Зима — это контрастный цветотип. Хорошо, все окей. Спасибо, отличная связь. Спасибо, девчонки, за обратную связь. Очень круто, очень круто, что вы все мне ответили, все прекрасно. Перезагружайтесь тогда, пожалуйста, у кого со связью не очень. Заходите еще раз в эфир, мы все здесь еще. Я тоже, Лид, все отлично. Немного виснет. Еще раз перезаходите, девчонки, в эфир. Он все еще на странице, вы сможете перезайти в него еще раз, и все будет хорошо. Так, дальше. Цветотип зима — это контрастный цветотип. И что здесь такие главные характеристики, да? Это белоснежный, это контраст, это самое главное. Белоснежная кожа, черные волосы, черные брови, черные ресницы, светлые глаза. Да, то есть здесь могут быть тоже темные глаза, черные. Это тоже будет контраст. Но кожа в основном светлая. Кстати, кожа чаще всего цветотипа зима, вы знаете, она плохо загорает. То есть она краснеет, то есть она такая восприимчивая к солнцу. И что у нас вот здесь? Противоположные оттенки, наоборот, чистые. Чистый розовый, чистый голубой, синий. Какие-то оттенки изумрудного, зеленого, да? То есть все чистые оттенки будут прекрасно смотреться на таком холсте, да, обрамленном темными волосами. Вот. И будут хорошо смотреться на такой коже, на такой внешности. Все яркие, чистые, насыщенно синий, изумрудный. И тут сочетание черный-белый будет как никогда актуально. Черная тушь, черная стрелка. Могут быть какие-то даже белые элементы. Это будет красиво смотреться. Ни на одном другом цветотипе не будет так красиво смотреться это сочетание. Дальше. Неудачные цвета. Это как раз примесь серого. Это то, что удачно для лета. Вот все, что с серым, будет не очень хорошо смотреться на таком цветотипе. Будет немножко так загрязнять этот тип, да, эту внешность, этот образ. Немножко будет добавлять неопрятности, неаккуратности. Все теплые оттенки, так как цветотип тоже холодный, как я уже говорила. Все теплые оттенки. Рыжий, насыщенно желтый какой-то такой теплый. Вот. Красно-коричневый. Терракота такая тоже будет не очень хорошо смотреться. И, в общем-то, ну все, да. Все оттенки яркие будут очень хорошо выглядеть. И чистые оттенки. Вот чистые розовые, например, холодные, да, какие-то цвета. Дальше. Зима также бывает и теплая, да. Здесь у нас такой тип встречается очень редко, потому что в основном это смуглая кожа и темные волосы. Очень редко у нас в России встречается такой цветотип, но бывает, вдруг вы из-за границы смотрите. Ну или вообще, вдруг вы этот, тот самый теплый оттенок зимы. Здесь кожа может быть смуглая и волосы тоже смуглые. Глазки, скорее всего, смуглые, но иногда бывают и яркие. Дальше. Давайте рассмотрим цветотип осень. Цветотип осень — это все теплое. Вот все, что вы можете представить. Чаще всего у этого цветотипа. Белоснежная кожа с теплым отливом, веснушки, рыжие или рыжеватые волосы, медные, какие-то теплые оттенки блонда, да, но чаще всего даже чуть темнее. Кожа с золотистых оттенков, глаза теплые, зеленые, ореховые, голубые могут быть, серые могут быть. Вот. И эти девушки обычно плохо тоже переносят загар. Вот если лето, например, хорошо загорает, зима плохо загорает, осень тоже плохо загорает, часто появляется краснота. И, конечно же, для такого цветотипа подходят все теплые оттенки, да, это очень логично. Плюс прекрасно подходят противоположные оттенки. Если смотреть по цветовому кругу, вы знаете, что такое цветовый круг? Загуглите. Это такой кружочек с радугой, расположенный по кругу, и вот там можно посмотреть противоположные цвета. Если вы хотите выделить оттенок глаз, например, то вы можете взять противоположные ему. Если вы хотите выделить зеленые глаза, то вы берете такие красноватые оттенки. Так вот, не в ту тему я ушла. Давайте вернемся к цветотипам. Так вот, чтобы выделить вот эту желтинку, да, рыжинку в цветотипе осень, очень часто красиво подходят какие-то зеленые, изумрудные оттенки, цвета морской волны, да, вот такие красивые глубокие оттенки голубого. Девчонки пишут, Анастасия, я вообще не загораю, сразу ожог, вот, вот. Я холодная зима, бледная, как поганка. Такой красивый, наверное, у вас цвет кожи. Осень вообще не загорает. Вот, вы мои осенние. Я тоже всегда думала, что я осень, вы знаете. Не то, что всегда думала, но я подозревала, думаю, может быть, я осень, пока не начала разбираться в этом вопросе. Вот, а давайте теперь рассмотрим весну. Весна — это самый редко встречающийся цветотип, потому что очень тонкая кожа, полупрозрачная, очень светлая, очень сложно загорает, нежная, розоватая. А, неудачные цвета, я еще не сказала, для осени. Это чистый белый, черный, опять же, пастельные оттенки голубого-розового и холодный синий. Так вот, вернемся к весне. Здесь в основном волосы теплых оттенков, здесь неконтрастная внешность, абсолютно светлые глаза, только светлые. Волосы светлых оттенков, какие-то пшеничные, медовые, золотистые. В основном это чистый цвет губ, розовенький такой, нежный. На коже могут присутствовать капилляры, веснушки. И кожа очень-очень светлая, не восприимчивая к загару. Реснички тоже светлые, то есть такой прозрачный, нежный цветотип. И он теплый. И здесь подойдут такие очень нежные пастельные оттенки. То есть мы убираем всю черноту, всю темноту. Оставляем нежные пастельные оттенки, лососевые, персиковые какие-то. Максимум, если хочется сделать акценты, тоже какие-то шоколадные оттенки. Лазурные, фиолетовые, да, такие светлые, как сейчас модно. Вот какие-то голубые, да, то есть тёпленькие, какие-то оранжевые, да, то есть тоже такие нежные, неяркие. Бежевые оттенки. То есть очень мягкие такие, чтобы они подчёркивали вот эту нежность цветотипа. Нежность, вот наша нежность у нас на улице наступает, наконец-то, на нас. И неудачные цвета для цветотипа весна. Это очень яркий белый, который будет немножко добавлять контраста ненужного, да, так же, как и чёрный. Болотные оттенки, такие серо-грязные, такие болотные. Какие-то серебристые оттенки. И, конечно же, чёрный, как я уже сказала. И самое главное скажу, когда вы меняете цвет волос, цвет бровей и ещё чего-то там, цвет, обязательно смотрите, да. То есть, конечно же, в системе цветотипов не нужно слепо следовать. Нужно смотреть на оттенки вашего образа. Вы не обязаны краситься одинаковыми оттенками всю жизнь свою, да, или слепо следовать каким-то рекомендациям, советам, правилам. Как вы знаете, в макияже не существует никаких правил. Поэтому, если вам нравятся оранжевые тени на себе, да, пожалуйста, welcome, используйте их. Делайте стрелку, делайте губы оранжевые. То есть, каким угодно образом. Себя разнообразьте и разнообразьте свой макияж и свою рутину ежедневного макияжа в том числе. Я запуталась, кто я. Это нормально, это нормально. Вы потом ещё раз пересмотрите эфир и ещё раз проанализируете свою внешность, да. Смотрим, как обычно, корни волос, да, волосы свои натуральные или корни волос, если они окрашены. Смотрим брови, смотрим цвет глаз, цвет губ. Всё, что я поняла, что я точно не зима. Слушайте, когда вы начинаете в это погружаться первый раз, это 100% вы запутаетесь. Даже вам, вот, не ходи ни к каким астрологам. Точно вам говорю, что вы запутаетесь. Поэтому обязательно пересмотрите эфир, чтобы ещё раз, и чтобы выполнить ваши домашние задания, во-первых. А во-вторых, чтобы ещё раз проанализировать свою внешность. На самом деле, изучать свою внешность — это очень здорово. Изучать себя внутреннюю и изучать себя внешнюю. Это очень здорово. Вы как бы лучше себя познаёте, вы лучше с собой коммуницируете, да, потому что мы всегда учимся коммуникации с другими людьми. Но очень часто забываем про то, что себя-то тоже лучше нужно узнать, и с собой тоже нужно общаться, с собой нужно разговаривать, слышать себя, смотреть на себя, на свои изменения, которые происходят в вашей внешности. Любить их, принимать их. То есть обязательно вот это изучение себя — это важный шаг на каждом жизненном этапе, потому что мы постоянно меняемся, и постоянно нам необходимо новую себя тоже изучать. Мы меняемся даже вот с нашим опытом. Раз у нас что-то произошло, всё, мы каким-то образом отреагировали, мы каким-то образом поменяли себя, внешне или внутренне, и оба изменения тоже произошли. Ну что, давайте начинать краситься. Да, будем начинать. Глотну немножко чай. И будем начинать краситься. У нас сегодня с вами прекрасный макияж. Я уберу обратно свои волосики, чтобы нанести тон. У меня корни такие же, как у вас брови, да? У меня брови такие же, как у меня корни. Да, у меня одинаковые брови и корни. Так. И давайте начинать. Сегодня у меня, как вы видели на стене, кстати, давайте закреплю это сообщение. Сейчас попробую найти его. Так, запись. Завтра, 24 марта. Закрепила сообщение, в котором у нас есть список продуктов. Я выбрала для себя большой список продуктов. Вы его наверняка видели на стене. Но на самом деле макияж будет не такой сложный. Я сейчас покажу, как я буду использовать этот весь свой арсенал. Давайте начнём с выравнивания оттенка кожи. И я для себя выбрала в этот раз Neoserum Foundation. Это такая тональная основа, сыворотка, да, по названию понятно. Серум с увлажняющими свойствами. Очень приятно растягивается. Прекрасно ложится на кожу. С сатиновым финишем выравнивает оттенок. Очень легко. Прекрасно подходит для возрастного макияжа. Для сухой кожи, для нормальной, для комбинированной также подойдёт. Ну, короче, для любой. Он очень лёгкий, прекрасно растягивается. Я наношу его, вы видите, пушистой кисточкой. Помните, я в прошлый раз красилась ручками. Так вот сегодня я выбрала кисть. Она прекрасно мне поможет в этом вопросе. Мягенькая, пушистая. Замечательно нанесёт. Я наношу тонким слоем на центральную часть лица. Растягиваю до периферии. Такими круговыми движениями, лёгкими поглаживающими. Ой, невероятно пахнет, конечно, эта нанальная основа. Такая основа подойдёт на каждый день, потому что она достаточно выравнивает оттенок, но не перегружает кожу. И вы видите, да, что у меня такой сияющий финиш получился. Здесь, конечно, свет у меня ещё дополнительный стоит, чтобы вам хорошо было видно. Но у неё такой сатиновый финиш. Не сияющий, сатиновый. И там, где мне нужно немножечко уплотнить, уплотнить своё покрытие, я могу похлопывающими движениями вот такими вот действовать уже локально. То есть, например, где-то здесь. Я тёплая зима с серыми глазами. Ну вот видите, уже кто-то определил. Определил. Тут записи эфиров сохраняются, поэтому не переживайте. Пересмотрите ещё раз. И обязательно накрасьтесь вместе со мной. А кто со мной красится сегодня, сейчас? Не могу наносить тональный, так как поры очень заметно. Ксения говорит. Вот у меня к вам вопрос. Каким образом вы наносите тональный, что тональный у вас подчёркивает поры? Вы знаете, я наношу тональный именно для того, чтобы скрыть поры. И тональный, и консилер, который я возьму второй. Второй у меня продукт. Это консилер First Class. Давайте я скажу, оттенок тона, который у меня был, это 61,74. А оттенок консилера у меня 63,40. Так вот, для того, чтобы скрыть визуально расширенные поры, потому что у меня они тоже присутствуют, мы с вами действуем пушистой кисточкой. Именно поэтому я беру пушистую кисть. Не только потому, что она быстро наносит, но и потому, что она прекрасно прорабатывает всю текстуру. кожу, микротекстуру, вот этот микрорельеф. И я его наношу на центр лица, зону под глазами. Ой! Ударила зеркало. Я села делать макияж. Вы прекрасно передаете все техники. Попробую повторить. Очень здорово. Я рада, когда вообще... Мне очень приятно, когда со мной красится. Это здорово. Такое время для себя, знаете, полчасика. Полчасика для себя. Это так здорово. Сесть, расслабиться, налить себе чаёк. Кофеёк, не знаю. Что вы хотите. Зажать какую-нибудь свечку ароматическую. Прекрасное время. Консилером этим пользуюсь. Прекрасно. Консилер средней плотности. Он хорошо скрывает синячки, какие-то покраснения. Я бы сказала, он универсальный вообще. Оттенок подбирайте под себя. Получается, что формула вот эта вот универсальна абсолютно. Так. У меня бы уже вспотело лицо от столького количества тона и крема. Слушайте, ну тут каждый выбирает под себя, правильно? То есть, если вам, вашей коже, достаточно одной капельки растянуть на всё лицо, ну и прекрасно используйте этот момент. То есть, я же не говорю, что всем нужно наносить килограмм. Да, то есть, я не чувствую на себе этого слоя, который я нанесла. Для меня он достаточный, но без перебора. Потому что тональная основа очень лёгкая. У меня вот даже, если вы видите, да, вот такой воспалительный элемент, прыщичек тут небольшой. И он особо не скрылся, да, потому что я не нанесла плотный какой-то тональный, да. Я не нанесла 33 оттенка тонального. Я хорошо растушевала, но нанесла очень аккуратно, натурально. У меня нет сейчас необходимости перекрывать полностью, там, не знаю, свой оттенок кожи. Да, согласна, всё очень понятно. Сегодня повторила первый урок, и всё получилось. Спасибо за такое крутое обучение. Спасибо вам за такие хорошие отзывы. Так, хорошо. Вот моей кожи, видите, у меня здесь немножко есть рельеф. В зоне под глазами есть такая впадинка. Дальше вот здесь вот у меня выпуклость. И вот здесь у меня носогубная складочка. Такое бывает часто, да, не только у меня, но часто у девчонок такое бывает. И я предлагаю вам эти места мотировать. Мотировать будем пудрой, естественно, и можно это сделать спонжиком. Я взяла пудру фиксирующую. Так, 64-41 у меня оттенок. Это белый. Белый, универсальный на самом деле. Этим же спонжем, который сюда входит в эту пудру, не буду сейчас брать никакую дополнительную кисточку, и немного фиксирую эти моменты. Фиксирую и мотирую. Вот посмотрите, у меня как сразу замотировалось, видите? Здесь нету блеска. Здесь есть блеск, видите? Там, где нет блеска, моментально пропадает рельеф. Чик. Все, нет рельефа. Моей коже это надо, потому что моя кожа часто блестит через какое-то время. Это нормально, это естественно, но я предпринимаю, да, шаги для того, чтобы она не блестела. Фиксирующая пудра, вот такая SkinSense. Вот такая, бежевенькая. Так, дальше. Я предлагаю немножко проработать брови для того, чтобы сделать форму более аккуратной и вообще для того, чтобы эту форму немного придать. Да, например, мне это нужно. Здесь вы выбираете средство для бровей, которое необходимо вашим бровям. Ну, как я уже говорила, да, это не обязательно может быть то, что я использую, потому что я чаще всего использую какой-то карандаш для того, чтобы форму добавить и какое-то фиксирующее средство, гель для бровей, чтобы эту форму удержать в течение дня. Ну, если у вас хорошая форма бровей, то, может быть, вам карандаш и не понадобится. Я сейчас скажу, что это карандаш обязательно. Очень хороший оттенок. Пепельный как раз идеально для моих бровей. Немного я добавляю форму, такими даже штрихами. Карандаш автоматический ультра скиний айброу пенсел. И сейчас я скажу вам оттенок. Это 50206. Вот так. 50206. У него треугольный грифель, что позволяет всегда иметь одну, даже если он затупливается, да, там немножко вы порисовали уже, всегда он имеет одну острую сторону. Вот, поэтому это очень удобно. На обратной стороне щеточка, которую вы можете расчесать. После этого дополнить, если где-то что-то не достает. Недостаточно. Еще раз расчесываем, растушевываем. И у нас получается вот такая очень аккуратная, естественная бровка. Посмотрите, как красиво подошел цвет. Видите? Смотрите, если вы подбираете оттенок карандаша, вам нужно учитывать, что вы рисуете по коже, да. Один момент, что вы можете волосочками это нарисовать, и вы подбираете под цвет волосков. Но чаще всего девчонки еще потом растушевывают, как я. Поэтому нужно взять оттенок карандаша немножко серее, чем ваши брови. Даже если у вас рыженькие брови, берите оттенок карандаша немножко серее. Потому что вы тем самым создаете имитацию тени от бровей. Так. Немножко добавляем вот здесь. Чек. Как ваши дела? Я сфокусировалась на бровях. А мне ту бровь хорошо видно в зеркале, а эту плохо видно. Поэтому надеюсь, она у меня получится. Почему-то у меня тут темнота какая-то организовалась. Как-то я так сегодня зеркало поставила. Не очень удачно. Растушевываем. Растушевываем. Чек. Угу. Чек, как будто это поярче получилось бровь. Всегда так, да? Как со стрелками. Каждый раз дорисовываешь, дорисовываешь, дорисовываешь. В результате получаются огромные стрелки. Ну все. Будем заканчивать с этими бровями. Мы смотрим за вами. Отлично. Супер. А мы на вас сфокусировались. Все сфокусировались на моих бровях. Со стрелками, да, да, это правда. Там, знаете, не забалуешь. То одну дорисовываешь, то вторую, то одну, то вторую. Давайте сделаем макияж глаз. И он у нас будет суперпростым. Мы его сделаем, но он будет суперпростым. Я сейчас расскажу, какой это будет макияж глаз. Так. А, да, точно. Чуть не забыла одно средство. Не забыла. Так, смотрите. Я взяла вот такие кремовые тени. Очень крутой оттенок. Это оттенок 53-59. Тени для век жидкие. Dazed Diamond. Что мы делаем? Вы выбираете оттенок, который вам нравится, да. То есть я выбрала такой какой-то серо-коричнево-розовый. Он переливается разными оттенками. И он будет создавать мне такую легкую сияющую дымку на глазах. Очень красивый оттенок. Здесь можно также использовать какие-то бежевые оттенки. Можно взять какие-то персиковые. Почему бы нет? Видите, такая легкая дымочка. Я его растушевала прям пальчиком. Он вполне поддается. Кто он? Продукт мой. Жидкие мои тени. Вполне поддается такой тушевке. И очень они легки в тушевке. Пока не застыли. Застывают они через какое-то время. То есть в течение минутки примерно. Даже поменьше, наверное. И потом уже фиксируются на коже. И не растушевываются. Никуда не текут. Такие тени можно использовать и как базу под какой-то макияж уже сухими текстурами, сухими тенями. И просто как единственный продукт на веки. Я вторым слоем чуть-чуть вот здесь вот добавлю. Чтобы побольше сияния у меня было. Вот так. И немножко снизу тоже сделаем. Раз. Два. Две капельки. И растушую тоже пальчиком. Растушевываем быстро, как я уже сказала. Они хорошо тушуются, но только если они не успели застыть. Поэтому если вы еще, например, с ними плохо управляетесь, да, это для вас, например, новый продукт, вы только-только заказали, его приобрели, еще не пробовали. Не наносите на два глаза сразу, потому что пока вы на одном растушевываете, на втором уже застынет. Нанесли на один глазик, растушевали. Нанесли на второй, растушевали. Всегда пальцем их тушую. Для быстрого макияжа прям супер. Вот, видите, вы все знаете без меня. Тени из этой серии мои самые любимые. Использую как тени вместо стрелок. Вау, да ладно, ничего себе. Вы ими стрелки рисуете? Вы прям профи, я бы сказала. А если мягкая века, можно эти тени? Конечно, почему бы нет? Они на самом деле хороший, стойкий макияж делают. Мягкая века. Первый раз слушаю такой термин. Мягкая века. Смотрите, я хочу сделать мягкий, но яркий акцент на глаза. Потому что акцент у нас основной будет на губах. Поэтому здесь я вот мягкую дынку вокруг глаза уже сделала. И мне хочется добавить интенсивные ресницы. Поэтому я хочу взять целых два продукта для ресниц. И это будет основа. Такая база под тушь. И тушь. Здесь я взяла Do the Best Boost My Lashes. Основа под тушь. И Next Level. Тушь черная. То есть здесь, в общем-то, одна основа из этой линейки. И тушь Next Level тоже одна. Артикул у нее 55, 378. Будем наносить сначала основу, естественно. Она имеет такой белый оттенок. Но на ресничках смотрится как такая полупрозрачная. Из-за того, что у нее такой белесенький немножко эффект, вы сразу понимаете, где вы нанесли, а где нет. Поэтому можно хорошенечко вот так вот пройтись. Делайте такое. Сразу уже подкручивайте реснички, да, с помощью основы тоже. И плюс она делает их более толстыми, эти реснички. Поэтому тушь ляжет уже вторым слоем. И будет смотреться более, еще более объемно. Хотя эта тушь и так объемная, но будет смотреться еще объемнее. Супертень очень стойкий держится весь день. Согласна. Это правда. Отличная тушь. Роза, вы прям активны сегодня со мной, общаетесь. Это очень круто. У туши такая силиконовая щеточка, большая достаточно. Не очень длинные щетинки, но достаточно, чтобы подкрутить и чтобы разделить реснички. Давайте будем красить. Ой. Смотрите, что я сделала. Бывает у вас такое? Мээ. У меня такое бывает часто, сразу скажу. Это мое любимое. Намазать вокруг глаз. У меня еще глаза чувствительные, поэтому если я чуть-чуть не туда тыкнула, то у меня сразу сильно моргает глаз. Ах, вот как сейчас опять. Бывает. Так. Вторым слоем наношу. Видите, я нанесла основу под тушь. И теперь делаю два слоя туши. Причем, смотрите, я делаю на одном глазу, перехожу на второй глаз, а потом к первому глазу возвращаюсь. Каждый раз я прохожусь много раз. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Посмотрите, какие ресничища получились. Шикарные ресницы. Очень жалко, когда тенями красоту наделаешь, а потом мазанешь. Да, согласна, но знаете, что я вам скажу? Все люди совершают ошибки. И это, на самом деле, такая мелочь. Если вы знаете, как вашу ошибку исправить, то нет никаких проблем. А я точно знаю, как мою ошибку исправить, поэтому я стою и спокойненько продолжаю красить. Чтобы мои ресницы не подсохли, они дали мне расчесать себя и делать себя наиболее пушистыми. Нижние я тоже крашу. Здесь вы смотрите на свое лицо. Если не хотите красить нижние ресницы, если вы их не любите, я знаю, что не все девчонки любят красить нижние ресницы, то, пожалуйста, спокойненько можете не красить их. Можете вообще на нижнем веке макияж не делать. Смотрите, за счет того, что ресницы сейчас очень яркие, очень контрастные, наша вот эта вот тень, которую мы нанесли, она смягчилась, то есть она стала еще светлее, очень натуральной. Я не стесняюсь, что у меня тут что-то намазано. Я дождусь, когда моя тушь высохнет, и потом уже буду убирать. Реснички не склеиваются? Нет, не склеиваются. Все хорошо. Что мы делаем дальше? Нанесем-ка мы румяна. А то я такая бледненькая, что мне хочется чуть-чуть освежиться. Я взяла румяна Glam Timp Makeup. Glam Cheek. Вот такие вот румяна 64-08. Это оттенок. Буду наносить их средней кисточкой вот такой, либо можно взять побольше кисточку вот такую вот. Ну, я возьму средненькую лучше. Ой. Если основа для ресниц подсохла, не поняла вопроса. Если основа для ресниц подсохла. В чем вопрос? Вы как подружка наша рассказываете. Так доступно? Ммм, спасибо. А я и есть ваша подружка. Подружка-визажушка. Визажушка. Так. Крашу нижние ресницы, но не ярко. Вот. Отлично. Тоже вариант. Смотрите. Что в этих румянах? В этих румянах есть вот такая полосочка. Она светоотражающая. Поэтому если вы хотите более матовый эффект, вы набираете с краю. Если вы хотите светоотражающий, то вот так вот прям набирайте. Пахнут они очень вкусно. Я набрала и буду наносить на верхнюю часть щечек. Немножко на боковые части лба. Чуть-чуть на верхнюю часть лба. Немножко затрону, вот так приплющу, вот так вот кисточку, да? Вот так, смотрите. Чик. Сделал. Немножко вот сюда нанесу. Хочется добавить мне свежести немножко, а то что-то я какая-то бледная. Немножко на носик можно. Чуть-чуть на подбородок. На шею обязательно. Помните, в прошлый раз рассказывал, что все, что мы наносим на лицо, также наносим на шею и зону декольте. Опять у меня зона декольте тут такая сегодня объемная. Смотрите. У меня ощущение, что я немножко лишнего нанесла на эту щечку. Я оставлю это пока так. Не буду пока ничем растушевывать. Я объясню, почему. Дело в том, что когда мы делаем яркие губы, весь оттенок кожи, все оттенки на коже, в том числе и тени, и бронзеры, если вы наносили, румяна, они все немножко выцветают. По сравнению с яркими губами они все чуть-чуть выцветают. Поэтому если мне надо будет убрать попозже румяна, я лучше их попозже уберу. Я так думаю, что мне даже не придется их убирать. Они сейчас немножко еще с кожей уживутся. Кистью реально удобнее наносить румян. До этого наносила пуховкой. Конечно. Я тоже люблю только кистью. Мне кажется, пуховкой... Ну, знаете, даже можно спонжиком наносить, но это только кремовых румян касается. Или, например, если вы наносите помаду на щечки. Вот тогда можно спонжиком. А так, конечно, кистью намного удобнее. Мне тоже удобнее. Так, что мне делать со своими ляпами? Пора их убирать. И знаете, что я сделаю? Смотрите, я возьму капельку консилера на ручку вот так вот. И ватную палку наберу немножко консилера и аккуратно вот так приложу и проверну. Все, нет никаких проблем. Немножко на другом глазу тоже пройдусь. Какой-то еще... И немножко сверху тоже там мазнула, поэтому дайте мне сейчас закончить с чисткой. Сейчас, секундочку. Раз. Вот это вот место у меня тоже всегда... У меня такое строение века, что вот это место у меня всегда пачкается. Причем на одном глазу только. Так, окей, все супер. Смотрите, что я еще приготовила для сегодняшнего макияжа. Это хайлайтер. Жидкий хайлайтер. Если хочется добавить немножко дополнительного сияния, если у вас матовый тон, например, если у вас, например, вообще вы не наносили тон, вам достаточно просто, не знаю, какого-то своего увлажняющего средства, капельку консилера на зону под глазами, и вы хотите добавить к коже немножко сияния. Я его нанесла вот сюда вот. Это сияющий продукт. Я забыла вам сказать, что это, да? Это It's Clear линейка. Glow Drops Serum Highlighter. Оттенок, оттенок. Сейчас, подождите, найду оттенок. Подождите, там один оттенок, нет? Походу там один. А, нет, вот, все, 65-79. Ой, пока найдешь. Простите. Так, растушевываю ему немножко по руке и чуть-чуть прохожусь вот сюда вот. Куда его еще можно использовать? Я наношу только на верхнюю часть скул. А куда его еще можно использовать? Его можно подмешать в тон. Его можно использовать, если вы любите сияющую кожу, вы можете использовать его вместо праймера. Вы можете использовать его вот по точкам, вот сюда, например, раз, в уголочек, еще куда-то, да? То есть на центр века, как мы в прошлый раз с вами делали. Во внутренний уголок, вот сюда вот. То есть сделать свою кожу более сияющей. То есть использовать его, конечно же, на тело можно тоже, да? Вот какие-то выделить отдельные элементы. Ключицу, плечи, да? Если у вас плечи открыты. Конечно же, можно тоже это сделать. То есть это такой универсальный продукт. У него достаточно большая упаковка. То есть это не просто какой-то маленький тюбичек. Достаточно большая упаковка, которую можно использовать, в общем-то, по всей внешности. Во всем образе. Так, ну что, у нас время губ. И на самом деле я вам хотела сказать, что я приготовила две помады. И пока еще точно не знаю, какую буду использовать. У меня есть помада New Generation Liquid Lipstick. Вот такого оттенка. Коралловый. Коралловый. Это 40876. И у меня есть вот такая помада. Это Kiss Proof. Я помню, мы снимали с ней как раз кампейн для каталога. Это 40950. Вот такой оттенок. Этот оттенок холоднее. И вот как раз такой оттенок подойдет всем. А этот оттенок очень весенний. Какой, думаете, мне использовать? Жидкую? Или стик? Напишите мне. Жидкая или стик? А я пока сделаю контур. Делаем контур. Я взяла карандаш для губ. Это Glam Liner. Matte Lip Pencil. И оттенок 40859. Он хорошо заточен. И я делаю жидкую, 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 жидкую стик. Стик, стик. Жидкая, стик. Жидкая. Слушайте, ну жидкая, очевидно, больше. Интересно. Стик, стик. Тиков тоже много, но жидкой. Жидкой больше. Обе серии огонь. Используйте ту, которая всем подойдет. Почему? Я же крашу себя. Я хочу, чтобы мне подошло. И чтобы мне нравилось. Мне и та, и другая, на самом деле, понравится. И подойдет тоже и та, и другая. Так, я все-таки переставлю в зеркало. Ну, что-то мне совсем стало неудобно. Я делаю контур острием карандаша. После этого кладу карандашик. Немножко заштриховываю губы. Зачем я это делаю? Чтобы, во-первых, если у меня есть разница между оттенком карандаша и оттенком помады, все-таки эта разница была не так очевидна, да? Потому что если я одну линию сделаю карандаша и потом внутрь только помаду, то у меня разница будет очевидна, если она присутствует. Если я вот так сделаю тушевку карандашом, то оно все смешается и будет мягкий переход, даже если оттенок помады у меня немножко отличается. Тут чуть-чуть сделаю повыше арку Купидона, чтобы у меня было ровненько все. А карандашом надо так жирненько красть. Вот я как раз объясняю, почему я так жирненько крашу карандашом. Извините, когда я крашу губы, не могу разговаривать. Сейчас я докрашу. Видно, да, что я оставила только центр? Окей. Хорошо. Слушайте, я поняла по поводу жидкой. Мне на самом деле жидкую накрасить интереснее, скажу почему. Потому что вот этот оттенок, он универсальный, правда. То есть он вот такой же, как, примерно такой же, как карандаш, и 100% он не подойдет. А вот насчет вот этого оттенка, он такой спорный, коралловый, не каждая девушка его выберет. И мне очень хочется посмотреть, как он будет смотреться на мне, потому что я его еще не пробовала. Внимание. Смотрите, видите, он теплее. Если бы у меня не было сейчас растушеванного карандаша, у меня был бы очень заметен контур. Вау. По-моему, шикардосный цвет. Алый прям. Он когда смешался, слушайте, с этим карандашом, он реально стал прям алым. Коралл у меня остался только по центру, видимо. Восхитительный цвет, мне очень нравится. Матовая жидкая помада, суперстойкая, да. И смотрите, у меня вот здесь вот, я немножко, видите, вылезла за контур, который сделала. И мне понадобится коррекция. Что я имею в виду? Я возьму скошенную кисточку и консилер. И этой скошенной кисточкой подкорректирую контур. Я возьму капельку консилера себе на руку, наберу на кисточку и уберу лишнее, да. То есть не наношу консилера, скорее убираю лишнюю помаду. Подчищаю контур. Можно это сделать ватной палочкой. Но, признаться, кисточка, она тоньше, ей удобнее. Или маленькую ватную палочку взять. Обязательно очищайте кисточку об руку или пальчиками, или об салфетку, для того, чтобы не размазюкать там помаду везде. Так, ну и что мы с вами получаем? Бомба! Супер! Огонёчки! Блеском сверху покрываете? Нет, не буду. Я люблю матовые помады. Они такие насыщенные получаются по цвету, идеально смотрятся в кадре, обожаю. Зубы белейшие становятся. Так, вот для чего скошенная кисточка нужна. Слушайте, ну не только для этого, а для бровей. Мы в прошлый раз использовали скошенную кисточку. Для этого, для стрелок, для любой коррекции. В общем-то, красотка, красотка. Всё, мне пасмурный дождик ваш теперь нипочём. Распускаю волосы, и я супер-бомба. Посмотрите, куда делись наши румяна. Нет румян наших. Всё. Видите? Они очень нежно теперь смотрятся. По сравнению с этим насыщенно красным, вообще их как будто уже нет. Они по сравнению... То же самое касается, знаете, впрыщиков. Вот многие говорят, ой, я не делаю красную помаду, я не ношу яркие помады, потому что вот у меня прыщик, или потому что у меня купероз, или потому что там у меня несколько прыщиков вдруг вылезло. А на самом деле, по сравнению с такой яркой помадой, если вы используете яркие оттенки, все ваши прыщики вот делают то же самое, что румяна сейчас сделали. Они делают вот так. То есть они становятся не такими яркими, не такими заметными, и у вас идеально на лице выделяются губы, и прыщики становятся менее видимыми. С них уходит акцент. Посмотрите, как реснички у нас, хорошо подчеркиваю, да, дополняют этот макияж. Достаточно легкие, но акцентированные брови, реснички, легкая дымка на глазах, которая практически не видна. Я использовала все средства, кроме одного. Это фиксатор для макияжа. Do the best. Отлично фиксирует, увлажняет кожу, скрепляет все, что у нас есть. Можно прям вот его сболтать и... Мне кажется, мне даже одного хватит, он так хорошо меня забрызнул. Одного пшика даже мне достаточно очень будет экономичное у меня использование. Спасибо огромное за урок. Спасибо вам, девочки, за урок. Спасибо всем, кто задавал вопросы, кто активничал, кто красился. Вы имеете со мной, конечно же, огромное спасибо. У меня такой весенний очень образ получился, да, яркие такие губы. Губы, и посмотрите, какой чистый цвет, да. Лето, я говорите, да, мне нужны какие-то смешанные серы. Не забывайте, что главное ваше желание. Хотите супер яркий коралловый? Пожалуйста, никто вам этого не запретит. С какой-то светлой майкой, даже с жемчугом в ушах. Все у меня смотрится идеально. Не надо мне никакой серости добавлять, скажите. Абсолютно точно. Я сейчас сохраню этот урок, он будет на стене, и там же будет домашка. Не пропустите ее, обязательно выполните. Мы с командой Фаберли будем проверять. Будем проверять ваши домашки. Вы выкладываете себе на стену, отмечаете обязательно, делайте все, как написано. Целую вас, всем прекрасного дня! Субтитры сделал DimaTorzok